Это опять же возвращает нас к роли субъективного фактора. Система сама себя может поддерживать долго, угнетая наши интересы. Вопрос о том, кто, воспользуясь окном возможностей, столкнет эту систему с исторического Олимпа. Это должно сделать общество, массы творят историю, а для этого нужно учиться борьбе за свои права. Просто мне часто задают вопрос, вот вы капитализм критикуете, а что делать-то? И вот за этим вопросом я слышу такой глубокий патернализм, где сказать, хороший мужик, пойди вот сам сделай за нас, а мы тебя поаплодируем, тебя поддержим, даже галочку в бюллетенях за тебя поставим, обязательно, вот мамой клянусь. Но так это не работает. Именно потому, что ответ на вопрос, что делать, очень сложный, он не устраивает часто наших зрителей. Ну что такое бороться за свои права? Это как вот, с кем я пойду, вот там, у меня сосед ничего не хочет, а на работе у нас все чай пьют и в носу ковыряют. Не работает эта система, дай что-нибудь другое, какое-нибудь другое, полегче что-нибудь, дай какой-нибудь рецепт. Вот там, на какой сайт пойти, куда денег закинуть, условно, где галочку поставить. Нет, это тоже нужные выборы нужны, донаты прогрессивным политическим силам нужны, все это необходимо, но это не должно давать нам право откупиться от политической инициативы. Не вовлекает население в этот процесс, конечно. Совершенно верно. Без непосредственного участия каждого человека в политической системе никаких прогрессивных преобразований не произойдет. То есть массы творят историю, именно массы ставят исторические задачи, которые затем сами и решают. До тех пор, пока мы будем переваливать эту ответственность на кого-то, кто придет и мудрой рукой наведет здесь у нас всех порядок, никаких прогрессивных преобразований не произойдет. Это совершенно точно.